Вместо игрушек стройматериалы. Вот уже несколько месяцев в этот детский сад должны ходить малыши. Но пока это остается лишь на бумаге. Сегодня здесь можно встретить только рабочих. Очередь в станице Родниковской самая большая в Курганицком районе. А здание готово только на цветных картинках. Я бы смотрел этот проект еще год назад. Но сегодня не проект смотреть, не бумажки, картинки. Мы сегодня это должны были увидеть в натуре. А сегодня в натуре мы видим стройку. Как минимум на процентов 70, а то и 60 готовность. В лучшем случае. А сегодня нам нечего смотреть картинки. Они красивые, только на бумаге. Таким красивым проектом районные власти, видимо, хотели удивить Вениамина Кондратьева. Глава региона остался под впечатлением. Правда, цифр. Больше 120 миллионов рублей было освоено за два года строительства детского сада. Но не везде вставлены даже окна. Если сроки сдачи сорвутся в очередной раз, отвечать будут все. От подрядчиков до районных чиновников. Дает понять Кондратьев. 30 ноября сдачи сад. Я просто вам советую. Что же вы видите на улице сегодня? И вот здесь я вижу. Далеко и снаружи. Понимаете? То есть вот здесь и внутри. Я просто советую. Не шутите с огнем. Это дети. С детьми шутить не будем. Детский сад оказался лишь самой заметной проблемой. На станичных улицах Кондратьеву приходится провести импровизированный прием граждан. Оказалось, например, что некоторым ветеранам в Курганецком районе приходится выживать в аварийных домах. А малый бизнес, по словам предпринимателей, районные власти стараются не замечать. Говорят, магнит будет расширяться. И поэтому отсюда нас уберут. Нет, ну я думаю, давайте сделаем так. Правильно. Говорят, не говорят. Если даже их можно не убрать, их можно только подвинуть. То есть в ту сторону. И я бы этот еще лоточек, киосочек, еще увеличил. Легендарный район, известный по всей стране благодаря фильму «Кубанские казаки», как район с сильной экономикой и трудолюбивыми людьми, сегодня переживает не самое лучшее время. Муниципалитет практически полностью зависит от поддержки региона. Больше чем половина средств в бюджете – краевые деньги. Но дело даже вовсе не в сухих цифрах, показателях и статистике. Открывает встречу с активом Вениамин Кондратьев. Прежде чем выйти на сыну, спрашивал, как мне выходить, в галстуке или без. А потом подумал и сам решил, наверное, не в галстуке это дело. Не в форме, а в содержании. Так ведь? Когда я езжу по районам, для меня важно понимать не вот те цифры, которые у меня находятся в тексте, а реально понимать, как живут люди. Что реально вокруг них происходит. Видят ли они изменения вокруг себя или просто так. Цифры, которые у меня остаются цифрами. Ни о чем не говорящим. Вот уже 10 лет в Курганинский район неохотно идут инвесторы, при том, что потенциал огромный. Здесь и залежи песчаногравийной смеси, и плодородная земля для аграриев. Малые хозяйства и ОПХ выращивают больше 15 тысяч тонн овощей в год. А нет ни логистического центра, ни крупных перерабатывающих предприятий. Сахарный завод простаивает уже больше года. В 2014 году завод прекратил приемку сахарной свеклы. Штат завода уволен. В 2015 год тоже мы проехали мимо. Предприятие моё работает с сахарными заводами с другого района. Это Тбилисского района и Услабинского района. Сахарная свекла у нас возделывается. Хорошие результаты мы показываем. Значит, собирались круглые столы с собственниками завода. Вот Владимир Алексеевич нам устраивал, диагогию устраивал. Приемка была у нас плохая, начались проблемы, и потом он вообще остановился. И вот мы вам, как аграрии, просим вас посодействовать в запуске завода. Я полностью с вами согласен Андрей Николаевич. Внесена предоплата по покупке этого завода банком Кубанькредит. На следующий год намерения о том, чтобы перерабатывать свеклу, имеются стопроцентные. Максимально окажите содействие, чтобы сахарный завод заработал. Решить вопрос о сбытом выращенных овощей и фруктов местные жители пытаются сами. Но вместо поддержки муниципальной власти, наоборот, препятствия, рассказывает предприниматель из Курганинска. Три раза он получал отказ в установке киоска, где планировал продавать местные овощи. Причины при этом не объясняют. Три раза возвращаете по надуманным обстоятельствам. Они надуманы, только в чьих интересах они надуманы. Знаете, в чьих угодных интересах, только не в интересах народа. Людей, которые хотят реально заниматься предпринимательством. И никогда не будет его. И всегда будет в 44-м месяце отношение к власти, к этому предпринимательству. Если для себя место приберегли, так и скажите, для себя место приберегли. Или своих, кто рядом кормится. Поток вопросов к руководителю края не стихал больше часа. Люди рассказывали о наболевшем, передавали записки с проблемами и даже выходили на сцену, чтобы их услышали. Родилась и живу здесь. И мне есть с чем сравнивать. Район имел, сельскохозяйственный имел консервный завод, молочный, сахарный. Теперь нет ни войны, ни грабителей. Нет консервного завода. Что у нас? Нет нужды в этой продукции. И нашим жителям некуда сдавать эту продукцию. Точно так же с молочной продукцией. Нельзя допускать до того, чтобы то, что было настроено районом, вот так вот разграбливалось. Вениамин Иванович, вот у нас сидит глава района. Он у нас район на последнем месте в крае. Но зарплата у нашего главы района, как у президента. Это вы можете спросить у него? Если нет, мы вам предоставим документы. Владимир Алексеевич, мы обращались к вам. Правильно? По животноводству. Вы врезали все пазби, сейчас забрали. Фермеров задушили. И сейчас 900 гектар земли, как в СПК, на Алексеевске вы отымаете. Вот кого-кого, но людей не обмануть. То в этом случае мы получаем то, что мы сегодня получаем в зале. Это ненормально. Не надо шути с той массой, которая сегодня кричит и не может достучаться. Не надо на нее смотреть сквозь стекло своего автомобиля и сквозь стекло своего кабинета. Надо понимать, что с ними не надо заигрывать, с ними надо считаться, их надо уважать. И это гарантированное будущее для нас и наших детей обеспечено. Коллеги, я принимаю для себя непростое решение. Владимир Алексеевич, я считаю, что вы, может быть, достойно отработали, именно отработали определенный период, многое сделали для района. Но те моменты, которые у меня лежат в этих многочисленных письмах, их можно скрывать, можно не скрывать. Я прошу депутатов, они здесь в зале находятся, отменить конкурс на замещение должности главы муниципального района, объявить конкурс вновь. И я беру под свой личный контроль всех, кто хочет принять участие, в конкурсе на замещение вакантной должности главы Курганинского района. Владимир Ивченко сохранит свои полномочия до назначения нового главы района. Дату конкурса на место руководителя муниципалитета депутаты объявят позже. Мария Крошина, Александр Иванченко, Денис Перец и Алексей Комаров, Кубань-24, Курганинский район.